Здравствуйте! В эфире первого медицинского канала программа «Фармацевтическое обозрение» в студии Ольги Смирнова. И сегодня я познакомлю вас с новостями российского здравоохранения и фармацевтического рынка. Параллельный импорт. Легализация отложена до 2020 года. К 2020 году страны Евразийского экономического союза согласуют перечни товаров для параллельного импорта. Такое заявление сделала глава ФАС России Игорь Артемий в ходе конференции «Антимонопольное регулирование в России», сообщает газета «Фармацевтический вестник». Ранее эксперты рынка предполагали, что параллельный импорт может быть легализован уже в 2016-2017 годах. Однако создание единого рынка лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза отложило их прогнозы на несколько лет. Несмотря на то, что страны ЕАЭС поддержали саму идею параллельного импорта, каждый из них хочет предложить свой набор товаров, на которые будут распространяться принципы исчерпания авторских прав. А согласование итогового списка продукции займет несколько лет. Для корректировок соглашения, заключенного между странами ЕАЭС, в рамках Евразийской экономической комиссии создана специальная рабочая группа. Напомним, что Россия предполагает включить в перечень продукции для параллельного импорта, помимо прочего, лекарства и медицинские изделия. Интернет-аптеки попали под запрет. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайты 17 аптечных сетей из-за того, что на них размещалась информация о дистанционной продаже различных лекарственных препаратов. Как отмечает газета «Ведомости», в списке оказался и официальный сайт крупнейшей по выручке в России аптечной сети «Ригла», входящей в группу «Протек». По словам представителя Роскомнадзора, службу поступили решения судов в отношении 23 аптечных сайтов. На шести из них на момент проверки не была обнаружена запрещенная информация. Еще четыре удалили ее после внесения в реестр. Напомним, что 1 июля 2015 года вступил в силу закон, позволяющий закрыть сайт до решения суда, если он содержит информацию или предложение о приобретении дистанционным способом доставки или передачи физическому лицу лекарств. В настоящее время в Минздраве разрабатывается законопроект о дистанционной торговле лекарствами, включающий в себя и перечень исключений, которые допускают работу интернет-аптек. О перспективах аптечного интернет-бизнеса спросим у нашего эксперта Игоря Климанова. Игорь. Добрый день. Интернет-торговля сегодня – это один из самых динамичных и перспективных направлений нашего рынка. И в интернете сейчас можно купить практически все, в том числе и лекарственные препараты. По своей сути, дистанционная торговля лекарствами делится на два типа. Первый – это обычный интернет-магазин, когда покупатель заказывает лекарство, и его курьер заставляет ему домой или в офис. Второй тип – когда на специальном ресурсе пользователь заказывает препарат, выбирает аптеку, в которой ему удобно, препарат доставляет в эту аптеку, он его забирает. Необходимо напомнить, что с 1 июля 2015 года у нас вступили поправки к федеральным законам об обращении лекарственных средств, которые разрешают федеральным органам исполнительной власти в досудебном порядке закрывать сайты интернет-аптек. И, конечно же, в первую очередь это вводит за черту закона именно классическую торговлю лекарственными препаратами через интернет. Что необходимо сказать? На сегодняшний день в законе много белых пятен. Например, не определено, что такое интернет-аптека, что такое дистанционная торговля лекарственными препаратами. Да и более того, не определенные сами органы исполнительной власти, которые имеют право блокировать сайт интернет-аптек. Но вместе с тем, как мы видим, уже есть решение нескольких судов о том, что ряд сайтов интернет-аптек должны быть заблокированы. Конечно же, в итоге все эти интернет-аптеки выполнили предписание Роскомнадзора и внесли определенные поправки на свои сайты, отказались от доставки лекарств на дом. Но, тем не менее, первая ласточка есть и в дальнейшем, конечно же, мы ожидаем того, что под угрозой находятся многие сайты интернет-аптек. Конечно же, вопрос очень неоднозначный. Нужны интернет-аптеки, не нужны интернет-аптеки. И здесь мнение общественности делится ровно полярно. Одни считают, что причина фальсификатов на рынке исходит именно из интернета и всячески против интернет-аптек. Другие считают, что интернет-аптеки — это благо, они позволяют людям с ограниченными возможностями и мобильностью получать лекарства. Правда, наверное, где-то посередине. Если аптека с брендом, которая имеет свои точки стационарные, в том числе и торгует лекарственными препаратами, то, конечно же, она не будет продавать фальсификаты. И, наверное, такой вид торговли может быть разрешен. Ну и, конечно же, когда покупатель сам приходит в аптеку с заранее заказанным товаром и покупает лекарство через кассу, то здесь никаких противоречий закону нет. Все остальные формы, на мой взгляд, да, они являются рисковыми для рынка и, возможно, должны быть блокированы и закрыты. Утверждены правила определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения. Правительство Российской Федерации утвердило порядок взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает Вести.ру. Утвержденные правила устанавливают порядок, в соответствии с которым взаимозаменяемость лекарственного препарата определяется путем его сравнения с референтным лекарственным препаратом. О том, как будет определяться взаимозаменяемость лекарств и каковы будут дальнейшие регуляторные процедуры, спросим у нашего эксперта Игоря Креманова. Игорь? Взаимозаменяемость – это ключевой фактор для фармрынка. Вопрос почему? Во-первых, от того, как будет реализован механизм определения взаимозаменяемости, зависит жизнь многих препаратов в государственном сегменте. А во-вторых, под угрозой находятся многие препараты, которые могут просто исчезнуть с нашего рынка, не пройдя этой процедуры. Сам термин взаимозаменяемость был предложен Минздравом в конце 2014 года, а в феврале 2015 фармсообщество получило на экспертизу проект самих правил. Как мы видим, в октябре они были приняты. Что же в самих правилах? Во-первых, то, что взаимозаменяемость определяется на процессе регистрации лекарственного препарата. Группа экспертов, которые определяют соответствие взаимозаменяемого препарата, то есть дженерика, референтному препарату, то есть оригинальному. Отдельным блоком стоит взаимозаменяемость биопрепаратов. И отдельным блоком стоят те препараты, в отношении которых взаимозаменяемость не определяется. Например, растительные лекарственные препараты, гомеопатические и лекарственные препараты, которые находятся в обращении уже более 20 лет. Какие же основные цели введения этой взаимозаменяемости? Во-первых, цель экономическая — обеспечить экономию бюджета за счет покупки взаимозаменяемых препаратов для государственных нужд. Если мы имеем возможность купить лекарственные препараты аналогичные оригинальным по более дешевой цене, то зачем тратить деньги на покупку референтных оригинальных препаратов? Вторая задача — обострить конкуренцию между референтными препаратами и взаимозаменяемыми, которая пойдет на пользу для конечных потребителей, в первую очередь из-за снижения цены. К 1 января 2018 года Министерство здравоохранения должно провести полный анализ взаимозаменяемости всех лекарственных средств, которые находятся в обращении на рынки. И, конечно же, скорее всего, мы увидим по итогам, что каких-то препаратов мы не досчитаемся, какие-то уйдут из государственных сегментов, а останутся в коммерческом. Ну и, наверное, в дальнейшем наш рынок лекарств будет цивилизованным, европейским, в соответствии с нормами законодательства. Профилактика монополизации аптечных сетей Федеральной антимонопольной службе предстоит разработать меры по профилактике сетевой монополизации аптечных организаций. Как сообщает РИО, дать такое поручение попросила главу Кабинета министров Дмитрия Медведева, министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании правительства 29 октября. По данным ФАС, высокий уровень концентрации рынка выявлен в 83% проанализированных муниципальных образований России. В связи с этим просим поручить ФАС разработать меры профилактики сетевой монополизации аптечных организаций в целях создания равных условий и ценовой доступности, приводит слова Вероники Скворцовой газета «Фармацевтический вестник». О конкурентном состоянии розничного аптечного рынка спросим нашего эксперта Игоря Климанова. Конкуренция в аптечном сегменте фармрынка действительно очень высокая. В первую очередь конкурентное давление испытывают на себе нестевые аптеки и небольшие региональные сети. Кто для них самая главная угроза? Это национальные аптечные сети, которые выходят в регионы, пытаются расширить зону своего влияния и занять определенную долю рынка. И это межрегиональные большие сети, которые точно так же пытаются за счет небольших сетей и нестевых аптек увеличить свою долю рынка и свое присутствие в регионе. В данном случае уповать на государство вряд ли приходится, а аптеки могут противостоять этим внешним угрозам сами. Какие у них есть для этого выходы? Во-первых, популярная тема сегодня на рынке – это создание закупочных кооперативов, когда нестевые аптеки и небольшие сети объединяются в большие конгломераты для того, чтобы закупать напрямую препараты у производителей по более низким ценам, тем самым увеличивать свою конкурентоспособность. Во-вторых, это различные маркетинговые альянсы, когда и нестевые аптеки, и не большие сети объединяются в тоже большие сообщества, для того, чтобы получать маркетинговые бюджеты от производителей за различные маркетинговые услуги, тем самым повышать свою доходность и быть конкурентными на рынке. Именно в этом заключается, наверное, их главная перспектива борьбы с национальной экспансией крупнейших аптечных сетей. Первый в России медицинский кластер, построенный по принципу облачных технологий, будет создан на базе Сибирского государственного медицинского университета. Концепцию развития медицинского научно-образовательного кластера на базе Сибирского государственного медицинского университета одобрил Научный совет Минздрава России. Это будет первый в стране медицинский кластер, построенный по принципу облачных технологий, и третий кластер Минздрава России после кластеров Москвы и Санкт-Петербурга. Кластер создается на основе существующей инфраструктуры университета. Уникальные инновационные экосистемы Томской области и реализуемого проекта «Ина Томск», отметила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, выступая в конце октября в Сибирском медицинском университете, сообщает портал GMP News. Облачные технологии – это вид информационных технологий, позволяющий обрабатывать и анализировать большие объемы данных, хранящихся на удаленных серверах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok